И в течение трех с половиной лет я пытался понять, какие качества для тестировщика, как им стать хорошим тестировщиком. Я бы даже сказал QA. И вот последние пару месяцев уже с другой стороны, смотря на это все дело с системой темы, у меня как-то все сложилось в единую картинку. Вот. И поэтому я вот сейчас перед вами выскажу свое мнение по поводу того, какими качествами должен бывать люди, как их оценить, как оценить свой жизненный пункт в этом гулящем мире. Мы выбрали правильное направление, ну, в общем, все темы, связанные примерно с целью. Гарантируешь, что вы откроете? Ну, я корректирую хорошее настроение, благотворение от жизни и, в принципе, понимание, так сказать, того, куда ты будешь идти и у нас. Да, то есть, ну, в принципе, я инкорректирую. Вполне возможно, чтобы половина аудитории, в принципе, на лекции скажет, что у него все нафиг и уйдет. Ну, это правильно. То есть, это дело такое, дело газовое. Для того, чтобы я немножко скорректировал цепи своей презентации, я попрошу поднять руки тех, кто уже, в принципе, в QA какое-то время, то есть, те, кто ненавички еще. Ага, я понял. Ну, на самом деле, да, это немножко так удивительно, вообще-то. Хорошо, тогда, по-другому, начнем с... Ну, потусим, идешь. Да, ну, по себе я сказал, вот, еще пару слов, то есть, я буду представлять некие инструменты, которые использую лично я. Использую их там на какой-то ежедневной основе, еженедельной, ежемесячной и так далее. У меня они работают. Не так, что они будут работать у кого-то другого. Поэтому, если у вас будет желание, мы уходите на инструменты и понять, собственно говоря, как они работают у вас, попробуйте, отпишитесь мне, то есть, мне будет интересно, я думаю, вам будет интересно. И мы, соответственно, поймем. Вот, мы как-то эту систему немножко улучшили. Итак, о чем мы поговорим сегодня? Мы поговорим о, собственно говоря, софт-кар-скилах, скилов-тестировщика и о тех инструментах, в том числе которых эти скиллы можно оценить и понять, куда движется человек, корректировать как-то свои начинания. Вот, почему это надо делать более формально, чем обычно это происходит у каждого дня, я расскажу чуть-чуть дальше. Презентация моя, это основано, в принципе, на реальных событиях, ни один квей-тестировщик не пострадал, здесь в подготовке этой презентации. И, в принципе, презентация, как вы уже догадались, она такая, достаточно автопредных вещей. Поэтому немножко начну вот, по отцову. Так, поехали к персонажу. Вот, в один прекрасный летний дичь, пришел человек, пришел человек в такую достаточно немаленькую IT-контору в Одессе, вот, в конторе его называли Падаваном, вот, и далее ему, соответственно, наставили где-то, учителя с ицеем. С ицеем был очень грунт, вот, вы его, в принципе, все знаете, это вот Илья Пачкович, да, то есть, в принципе, он мой учитель, в принципе, вот, по жизни и по профессии. Ну, и, как полагается, ему подавану, в один прекрасный день дали мне тестировать какую-то там, какую-то часть функционалов. Ну, было это так, там, две кнопки, три окошка, и на этом все закончилось. Вот. Протестировав, там, за два часика я прихожу к своему учителю, и говорю, сенсей, все готово. После чего сенсей приходит, наупал, там, в пять раз больше теста, нашел 25 каких-то дефектов, ну, и говорим, вот, теперь, наверное, готов. Вот, видишь, да я уже даже забыл, это было знаковое событие. А, ну, да, не в свой. Вот. Что произошло в тот момент? В тот момент я, конечно, расстроился. В тот момент я расстроился и подумал, что, наверное, это гигантский продукт, гигантский опыт этого человека. Но шли месяцы, шли года, наверное, ну, наверное, все-таки больше месяца, и вот я понял, как бы, что это не только опыт, это нечто еще. Что это мы обсудим там, через лежащие 15 минут, в течение нашей презентации. Жанцы, я думаю. Что это такое? Да. Ну, опять-таки, ни к какому не откровение, что, в общем-то, любые качества человека, и в том числе рабочие, можно разделить на две группы. Это soft skills и hard skills. Вот. Соответственно, опять-таки, я в интернете там читал много всяких статей, конечно, далеко не всех, но основная идея в том, что выделяется какой-то список soft skills и hard skills. Я бы сказал, что этот список, он должен быть сугубо индивидуальным, потому что для каждого человека, для каждой позиции, для каждой отрасли, даже нашей IT, одно и то же качество, он может быть как soft, как и hard. По сути дела, то, чем занимается. Немножко дальше я расскажу в деталях, что я имею в виду. Вот, в принципе, перед вами какой-то список скиллов. Ну, такой, статистический выбранный откуда-то из интернета. Вот, в принципе, они выглядят примерно все. Что можно сказать по поводу soft skills? В частности, можно провести некий анализ soft skills, допустим, разработчика и soft skills QA. Значит, в чем, собственно говоря, разница? Все мы, когда приходим на работу, все нам говорят, что, да, soft skills – это там communication, это умение работать в команде, это еще что-то. Вот, такого же плана. И оценивается это примерно так же. Ну, в большинстве случаев, опять, то, что я имею в виду. Возможно, где-то это не так. Если мы говорим про soft skills для QA-инженера, то все вот эти пункты я бы назвал одним таким словом – это быть объективным. Потому что, в принципе, это то, что достаточно просто оценить, и достаточно сложно этому следовать. Вот, QA, он, в принципе, по своей сути, это некий судья, который должен нанести справедливые решения, и он должен абстрагироваться от своих каких-то личных предпочтений. Поэтому вот объективность – это одна из тех черт, которые, наверное, должны быть в сущей карте. Опять-таки, если вы, допустим, постараетесь быть объективным в решении каких-то своих инженерных задач, то вы наверняка будете стептическими, не будете пускать в качестве и выполнять большинство из вот этих вот пунктов. Когда я общаюсь с инженерами, с людьми просто на улице, какими-то своими знакомыми, очень просто проверить вот эту вот объективную историю. Задавая, что любой вопрос там, какая машина самая хорошая, человек там чему-то выдаёт, это там 90% людей, а оставшиеся 10% начинают задавать какие-то причиняющие вопросы. Хорошие для кого-либо, какие условия и так далее. Начинают, не знаю, там рыться в интернете, искать какую-то статистику. То есть люди имеют своё мнение, но, например, с этим они пытаются общить это всё дело, найти какие-то вещи характерные для этой области и сделать свои выводы не только на своё мнение, на своём опыте, а на каких-то объективных вещах, каких-то фактах. Это одна из, скажем так, характеристик, важных для меня проливерия, потому что многие его, в принципе, судят по проблеме однодолго, не задумываясь, в общем-то, о том, как оно должно быть на самом деле. Ещё одно важное софт-качество для Q-инженера это, пожалуй, умение отстаивать своё мнение. То есть никого не секрет, что если мы говорим про разработчиках, о функциональных инститекторах, ещё о ком-то, для всех для них, в принципе, есть, не знаю, там спецификация, есть какая-то аналитика, ещё что-то. Q-инженер зачастую, оказывается, вот сам на сам, это жалвы, по себе. Сам по себе, да. Сам по себе, один на один, с разработчиком, с национальным архитектором и так далее. Потому что, по сути дела, приходят к нему и говорят, вот у нас есть спецификация, у нас там было 25 митингов, мы решили, что тут нифига не понимаешь. И Q-инженер должен прийти какое-то оправдание тому, что с точки зрения конечного пользователя это должно быть так, а не иначе. И, соответственно, понять, действительно ли это так. Может быть, там, 25 человек, которые до этого думали, не решили правильно. Может быть, ни в чём-то ошибаются. И, как правило, нету каких-то чётких аргументов, нету каких-то жёстких обоснований. Он должен всё сделать сам. Поэтому ещё одно важное качество это умение отстаивать свою позицию вот в каких-то условиях, когда тебе никто ничего не даёт. Вот, по сути дела. Или наоборот, то, что даёт, там, описание, допустим, любая, ну, в истории, оно может даже где-то противоречить тому, что как ты это видишь. Вот. И это, в принципе, отличает вот софт-скилор от этих банков. И, по сути, американцы отличают QA-инженера от другого-другого айтишника, который, в принципе, бывает. Переходим к следующим. Категории — это хардскивы. Здесь, даже, с моей точки зрения, всё ещё более запутано. То есть, вот, почему многие люди рассматривают QA-врей это как какая-то такая ступенька куда-то. С моей точки зрения, это абсолютно неправильно. Таким образом, что мы имеем в конце-го? Вы пришли в собеседование, и у вас начинают гаять, подметно, поджаря, там, какие-то архитектуры, начали, и все, далее, говорили вам, что это ваши в конце-го. С одной стороны, да, я бы сказал, что это какой-то технический бюджет. Почему? Потому что разработчик, он, да, он этим живёт, он пишет вход, он этим занимается. Вы занимаетесь тестированием. Поэтому для вас хан-скиллы это, наверное, умение писать тест-кейсы, что-нибудь по тест-дизайну, вот, второй доклад Ильи, я думаю, это же уверен, поскольку это у людей немножко больше. Вот. И почему такой подход, он более позитивен. То есть, я проводил скриненты, не за тем, по-человечески, на своих ребятах, как это всё происходит. Человек приходит и говорит, вот, ё-моё, я там что-то не знаю, поджарю. Ну, я думаю, хорошо, ладно, окей, тебе скучно работать, да, мне скучно работать. Я говорю, почему тебе скучно работать, какие методологии тестирования, например, как ты это всё тестировал, ну, я вот тут ботыкал. То есть, в принципе, мы сейчас пытаемся обучить своих людей действительно, потому что надо тестировать. И как надо тестировать. Потому что знание технологий и знание каких-то технических аспектов, оно не является достаточным. И, в принципе, для QA, особенно для каких-то таких мануальных, этого вообще, в принципе, да, не надо. Вот. Потому что человек, который, допустим, понимает, что он хуже в чём-то разбирается, в чём проблемы, чем энергетичник, он всё время будет пытаться дотянуться до рендичника. И, в конце концов, он уйдёт либо там в автомэйшн, что не так рендичный, либо он уйдёт вообще в рендик. Вот. Что, в принципе, для меня, как темида, ну, по сути дела, наверное, не очень хорошо. Вот. Поэтому задача всех нас сейчас осознать, что QA это круто. И QA, по сути дела, он намного менее зависим от проекта. Потому что разработчик ограничен какими-то архитектурными решениями, он ограничен какими-то технологиями, кто используется в этом проекте. QA же может, в принципе, взять один и тот же кунстер, надо тестировать его до бесконечности, саморазвиваясь, изучая какие-то новые технологии и так далее. Да. Плавно переходим к следующему слайду. Вот примерно вот, когда пришло вот это вот осознание того, что человек должен, в частности, к ней познавать всякие технические детали, развиваться, в общем-то, в сторону тестирования, тест-дизайна там, всяких дисциплин и детали, наш юный подаван, он, наверное, уже не такой стильный юный, он задумался о том, где на них все взять время. То есть, случайно, решения принимались вот так, хочу туда. Уставилась какая-то цель, пыталась реальность цель достичь. В результате не сильно все хорошо получалось, по одной простой причине. Не было четкого анализа ожиданий от того, куда развиваться. и, собственно говоря, понимание, зачем мне это надо. У всех у нас в любой момент времени есть масса направлений, куда развиваться и что развивать. Как это, в принципе, делаю я, выбор свой и какие инструменты для этого использую, я покажу немножко дальше. В принципе, вот мои четыре инструмента сход, KMI, Bally и табличный анализ. Кому-то что-то слова говорят, ну, условно, как говорило. И ничего. А где вероятнее? нужно немножко так купить все и все вот. Я расскажу, как это работает у меня. То есть, они уже рассказывают теорию, что-то. Что собой представляет свод? То есть, это, грубо говоря, табличка. Какая? 4, 2 на 2. Сейчас я буду немножко рисовать. Общий минус. Вот. Вот. Ослучивает да, сколько научилось. У меня это, в принципе, грубо говоря, 4 резиска бумаги. Для упрощения сделаем так, как у нас на картинке. первый квадрат это мои сильные стороны. Здесь мои слабые качества. То, что я, собственно говоря, хочу улучшить. Здесь мои возможности, здесь мои угрозы. Немножко подробнее, как здесь квадрат. Сильные стороны, слабые стороны, это, в принципе, понятно. Возможность. Возможность это, не знаю, сегодня представилась возможность провести конференцию, поделиться сам какой-то информацией. Это возможность. Угрозы, соответственно, что это такое? У меня назначили митинг на воскресенье, в воскресенье у меня курсы, то есть для курсов это угроза. Как это работает? В принципе, каждый день я получаю какую-то информацию о том, что у меня хорошо, что у меня плохо, какие-то те же возможности или угрозы, я это дело сюда записываю. Записываю просто в виде каких-то пунктов. в какой-то произвольной форме, чтобы, например, через недельку я мог вернуться к этому делу и понять о том, что я писал, о чем это. Времени мало, это чисто тезис. Раз недельку я беру, допустим, в воскресенье все эти четыре бумажки и начинаю анализировать, что для меня на данном этапе важно. Потому что на самом деле представим ситуацию и не знаю, вы молодой специалист, вы пришли на проект, вам нужно выучить какую-нибудь диржаву, вам нужно представить себе возможность выучить тест-дизайн, вам надо научиться грамотно говорить и добавок у вас еще английский хамар. Ну вот, в принципе, все на достаточном уровне, но хотелось бы это все дело протянуть. Где найти на это все время? Соответственно, необходимо это дело приоритизировать. потому что, например, вам дали будет мануальную часть, технические детали вас в принципе вообще не интересуют. Вместе с этим надо общаться вам с заказчиком, потому что заказчик, например, в Израиль, это общение ежедневное, английский нужно потянуть. Мы берем и, соответственно, здесь наш английский, мы его перемещаем по выше список нашего листа. Соответственно, другие опции падают ниже. Таким образом, мы производим приоритизацию нашего списка. И мы уже в принципе вырисовываются то, на основании чего можно, в общем-то, двигаться дальше. Следующий этап мы должны проанализировать. У нас есть какие-то сильные стороны, они есть у каждого, то есть, насколько они связаны, коррелируют с нашими славками. Возможно, да, действительно, вы там английский не знаете, но вы знаете французский, и человек, с которым общаетесь, тоже знает французский. То есть, сейчас для вас это не критично. Соответственно, можно осматривать следующие вещи, которые вторым, третьим, четвертым, пятым. По списку. После того, как вы все это дело приоритизировали во всех четырех квадратах, вы примерно оценили, в общем-то, свое положение в этом мире. То есть, у вас все под контролем, и вы можете уверенно сказать, что да, первым делом я буду подтягивать английский, вторым делом я буду подтягивать какие-то технические дисциплины, и делать я это буду с помощью вот таких вот таких вот возможностей. То есть, я пойду там на курсы, приму участие в конференции и так далее, и заодно можно придумать какой-нибудь план, что будет, если у вас случатся какие-нибудь из этих вопрос, насколько они вам помешают развиваться в этом направлении. это, можно сказать, инструмент какого-то стратегического планирования, потому что он изо дня в день будет вы мониторить всю эту ситуацию, но одновременно с этим на основании него тяжело принять какое-то такое четкое объективное решение. Следующие три инструмента будут касаться уже тактического планирования и принятия каких-то решений на основании ежедневных изменений в вашей жизни. Следующий инструмент это премиан. в принципе сфилу поставят англичко чем понравилась лично мне она. Есть какое-то пожелание, какой-то вариант сходить на курс, например. В принципе у каждого такого решения есть вполне объективные плюсы и минусы. Например, сходить на курсы, да, все знают, что это будет стоить каких-то денег, какого-то времени, что это для кого-то плюс, для кого-то минус. Опять-таки, в принципе получаем, что эта табличка для одного и того же решения будет заполнена соответственно по-разному. Поэтому первые две колонки это такие какие-то плюс-минус. То есть в принципе чтобы ничего не забыть мы записываем для конкретного решения все эти вещи. Последняя колоночка вот она меня больше всего привлекает во всем этом. Потому что по сути дела каждое направление развитие. Развитие оно в общем-то интересно для вас чем-то. Либо интересно, либо неинтересно. И многие про это забывают. То есть как это все происходит? Сказали мне, что жава это круто. О, отлично. Я пошел учить жаву. А потом оказалось, что в принципе программирование вообще как-то так не очень. Я больше протестировал. Я в результате ходил, тратил деньги, время. Да, я чему-то научился. Но забыв интерес в этом решении, я по сути дела допустил ошибку. И получается, что может возникнуть ситуация, когда вы вроде как цель достигнута, вроде как вы те качества, которые вы хотели, вы исправили. Но вот нету внутреннего удовлетворения. Поэтому я всегда пытаюсь не забывать про свой какой-то личный интерес. Можно возникнуть вопрос, в общем, что это за цифры. Дальше везде будут присутствовать некие виза. То есть градация, какая хотите. У меня это, допустим, обогулятор 4-5. Опять-таки, в каждый момент времени одни и те же пункты могут иметь разный вес для вас. То есть, не знаю, ваш проект пришел на джаму, для меня это будет резкая мотивация и все выключат и раучат. Соответственно, все те же пункты остаются, результат может меняться. Уже там уже как-то нормально? Да, что? Ладно, мы не говорили, что это тут презент. Это на самом деле да, это это запланировано. табличка, что нужно сказать? Что нужно сказать? Это, в принципе, такой инструментик, который позволяет как-то очень быстро все это дело оценить. буквально в сессии за полчасика прикинуть, надо оно вообще или не надо. Но зачастую бывает, что каких-то вариантов решения, задачи, не знаю, каких-то вариантов развития больше, чем они. суть дела это табличка для каждого конкретного решения он уже знает. Следующий вариант это панды анализы. В чем фишка? Фишка в том, что, опять, достаточно быстро можно, в принципе, оценить, что вы хотите получить в результате и куда вы двигая задача. вот такой пример, плюс-минус из жизни. То есть, есть какой-то человек, у которого хромает тест-дизайн, безинтересно с кем у Java, это, наверное, то есть, казалось бы, четыре такие вещи, две, из которых технически можно, наверное, отнести. Ну, опять-таки, то, что мы говорили, лекви — это лесов, лекви — это тоже, в принципе, ханси. Но сравнить их просто так вот является достаточно проблематичным. Поэтому, что мы делаем? Мы берем все эти вещи, выписываем вот в подобного рода табличку. Здесь у нас какие-то какие-то варианты, сфере отношения, сферу. И начинаем сравнивать. Сравнивать их по парам. Как происходит сравнение? Сравнение здесь слабо промолировано, мы берем опции так вот попробовали, да, это вроде бы тяжелее. Соответственно, каждую клеточку мы проставляем в ту опцию, которая для вас данный вариант более предпочтительна. И рядом с ней опять-таки какой-то вес. После сфернирования кусок в каждой опции для каждого варианта развития событий мы получаем некоторый результат. То есть в данном случае у нас получается для тест-дизайна 6 баллов, для презентации скилл то же самое 6. Опция походу проиграла, опция дека вообще не вариант. Опять-таки стоит задуматься. Проверим анализ. Все вроде как отлично, да? Но инструмент нам не дал того же результаты, который мы ожидали. А все равно есть два варианта, которые в общем-то равновесны. И по сути дела мы снова не знаем куда нам двигаться дальше. Поэтому в этом случае нам помогает последний наш инструмент. В чем минусы этого инструмента? Минусы этого инструмента в том, что он пожалуй самый такой тяжелый ассоц. Он требует достаточно много времени для того, чтобы оценить все это дело. Но в то же время он придет на более хорошие результаты. Опять-таки вот в моей практике я его применяю чаще всего. То есть первые два это вот если мне надо очень быстренько что-то оценить. В чем идея? у нас есть какие-то наши варианты характеристики чего он хотел исправить в своей жизни. Дальше необходимо выделить характеристики, которые можно было оценить исходя вот из того, что нам их не назначено. Суть в дела, о чем я говорю, что каждая из этих опций должна обладать некоторой степени всеми нашими характеристиками. Стоит очень внимательно подходить к выбору вот этих вещей, потому что по сути дела они повлияют на ваш выбор, б это сугубо индивидуальные вещи. То есть здесь я пытался представить некую комбинацию предыдущих двух инструментов, потому что здесь представлены достаточно объективные вещи, например, распространенность чего-то где-то. какое-то нерабочее использование заканчивая фаном вообще то, что интеллектуально оценивалось первым инструментом, который гемиальный. Еще наше вопрос. Да, если я могу. А, это кто-то может. А, это кто-то может. Нажать на вес. на самом деле все достаточно просто. Здесь у нас есть какие-то наши характеристики, наши разрешения. Дальше мы расправляем наши веса. Веса у нас соответственно тоже сугубо индивидуальные, потому что они отражают по сути дела наше положение сейчас в этом мире. Потому что например для меня зарплата, ну вот видите, я решил, что плата у меня несут ворна. Зато я хочу ам? Ну нету молодоза, да, я испил. Информация не доверет. Но в то же время я хотел бы получить от обучения какой-то фан. Следует завтра меня выгонят с работы и у меня все приоритеты поменяются в сторону противополорога. После того, как мы поставили здесь какие-то веса, мы начинаем оценивать в какой степени нас спил удовлетворяет данные характеристики. Ну тоже опять примерно как это делается. Например, тест-дизайн. В нашей работе достаточно распространенная штука должна быть по крайней мере поэтому вес достаточно большой. использование в нерабочее время наверняка не найдете вы применение в русском так же таким образом заполняется так же острове по причине и в результате мы получаем некоторую сумму которая total сумму она считается сейчас озвучим вот мы берем наш вес умножаем на бал который имеет этот опыта и дальше таким образом это будет судить дело сумма произведений и так и получается у нас очень мала вероятность того, что у нас какие-то варианты развития событий в нашей стране они получили одинаковую оценку то есть возможно, да, но в моей практике было такое единожды если вообще будет мало того чем хороша именно эта публичка потому что по сути дела как вы например, оцените распространенность правильно вы возьмете какую-то статистику интернете начнете анализировать не знаю требования по вакансиям то есть нужны тест-дизайнер и так далее то есть по сути дела вот к моменту, когда вы получаете итоговый фаб вы уже перелопатили кучу информации вы себя уже заставили это все дело проанализировать вот и где-то там внутри вас уже сформировалось какое-то такое окончательное решение вот еще решение основанное в общем-то на достаточно объективных показателях достаточно объективных вещах вот и наступает самый интересный момент вот ваше внутреннее ощущение того чего вы хотите как оно правильно и результирующая оценка если это все дело не совпадает выкидите вот она никому не нужна потому что по сути дела а либо вы что-то сделали неправильно вы здесь где-то были нечестны и у вас недостаточной информации вот или арифметическая ошибка ну вот второй вариант это вот самый простой вот поэтому в общем-то эта вся табличка вот у меня работает как у меня она работает она в основном в основном должна подтверждать внутренние ощущения вот если подтвердилось все отлично все хорошо соответственно дальше я уже начинаю будет будет решение куда мне развиваться вот что у меня в моей жизни не будет ну вопрос да да сколько примеров сейчас встречается необходимость анализа в принципе опять я пытаюсь практически каждое маломайское свое решение которое особенно влияет на дублировать какие-нибудь вещами почему я это делаю потому что скажем так вот есть какой-то момент когда вы принимаете это решение как я это все слышал говорят что надо принимать решение максимально спокойной обстановки там не знаю нигде не отвлекаться вот но в то же время все равно бывают элементы когда у вас какая-то мысль мухнула раз и вы приняли решение потом банально через два-три месяца ты смотришь что оно идет как-то не так но ты не можешь понять почему или ты что-то достигнул другая про эту мысль которая любила которая тебе казалась два месяца назад очень гениальной которая тебя толкнула по сути сделанное это решение ты про нее забыл и ты не можешь понять почему ты сделал вот это в результате разочарования в результате неправильных решения мало того если это касается ну это больше как минимум женских принятия решений касательно людей то есть это еще один инструмент показать почему так для себя хотя бы для себя вот поэтому это дело ваше пользоваться мне оно помогает скажем так оценивать ситуацию в целом и принимать какие-то решения то есть лишний раз подтвердить что я действительно прав мало того этот инструмент он доставляет меня последний первый и последний он доставляет меня собрать какую-то дополнительную информацию выбрать те же характеристики которые мне будет решение оценить потому что какие-то комплексные решения тяжело оценить наверное то есть пришел там вот мне кажется вот так это вот вариант по сути дела мы имеем две опции которые которые на самом деле на самом деле от анализа у нас нет то есть получается что в общем-то такой быстрый анализ а если анализа вообще никакого не будет то есть угадали не угадали то есть настроение я не знаю звезды то есть как-то как-то еще вопрос сколько времени у тебя уходит на каждый такой анализ и вообще сколько ты выделяешь неделю запустим ну в принципе то есть если мы говорим про смот то там добавление каких-то культов это ну достаточно быстро вот анализ приоритизации всего остального у меня он будет с полчаса будет там минус 45 на принятие вот таких каких-то решений достаточно важных может уходить там я не знаю до трех дней допустим потому что не всегда можно сразу сесть выделить там какие-то критерии по которым нужно оценивать это решение например такая задача как уволить человека надо с командой уволить как ты его уволишь пили ходили пиво как пили вчера вот то есть у нас надо формализировать сесть для себя в стакане ну сколько наверное до месяца недели то есть еще одна что это пересматривать вот такие вот вещи то есть не знаю начали учить драму все отлично все всем нравится вот потом прошел месяц два мы взяли посмотрели а у нас там приоритеты в жизни поменялись на самом деле потому что не стоит нам ее дальше учить а мы вот так подходим себе на курсы через год мы окажемся что да мы что-то выучили но оно нам на самом деле не надо поэтому это по сути дела еще такой вариант логирования в твоей жизни когда ты можешь оценить что ты сделал почему и как оно сейчас поменял поэтому может быть стоит допустим ты этот тулок пользуешься или просто на бумаге я этим пользуюсь банальным экселем чем-нибудь то есть какие-то специальности андрей скажите парный анализ теоретически можно использовать тернарный или квадроанализ ну nr анализ давайте в общем в общем я думаю да то есть в принципе учитывая ту степень автоматизации и всех инструментов которые я использую да мне было бы неудобно я думаю надо починить но вам неудобно ну мне неудобно мне неудобно то есть опять-таки это тип дела хватает в общем-то обычного таких вещей ну лично для меня поэтому давайте для простоты возьмем матрицу седьмого порядка важный вопрос а ты для себя составил эту табличку или можно я составил для другого человека не общаюсь с ним мы знаем что нет не общаюсь с ним составить у них как и одновременно с этим опять есть очень такой интересный товарищ у меня в команде которому интересно все то есть вот он все делает ему все интересно то есть развивать то его куда-то надо не будешь развивать его во все стороны разорвется где-то вот поэтому я вот хочу для него такую штуку составить ну как и наверное большинство нашей профессии человек достаточно закрытый поэтому не удается пока с ним поговорить вот и я не могу составить такую штуку без разговора то есть потому что это личный его оценка и так далее он этих вас занимает поэтому я думаю что получится поставить какие-то веса какие-либо эффекты и посчитать примерно объекты понятно спасибо в методе не совсем понятно назначение третьей колонки ведь плюсы суммируются с интересным если тебе это интересно это уже автоматически становится плюсом например зарплату разработчика больше чем к инженеру ну такой в принципе факт плюс для меня это интересно возможно даже не сильно или я вообще к этому не правильно то есть лично сейчас меня зарплата не интересует мало того возможно не совсем удачный пример но я там скрываюсь от налоговой и еще как-то у меня большая зарплата это даже какой-то минус но в принципе не нормально поэтому мне вот этого инструмента как раз умеет что есть какие-то вещи которые общие общие общестандартные это все и все в основном говорят что это плюс а это не а есть вещи которые интересны только вокруг точно так же например не знаю там то есть интересы могут быть отрицательные интересы могут быть отрицательные числа на самом деле тоже и сам оставляете как вам удобно в зависимости от конкретной ситуации чтобы оно отображало реально вашу заинтересовавшись данным вопросом в средней недоступности вот собственно там сегодня 9 я оценил один программ в 2-3 в день в 2-3 это интересно я я пробовал анализировать за прошлые периоды но какие-то средние вещи я не говорил на самом деле какая вообще в 3-2 в 3 на 1 мы исключая влияние на строение. Из каких соображений формируется величина веса для того или иного параметра? Величина веса формируется исходя из того, какую статистику ты собрал, как ты это чувствуешь. Например, возьмем тест-дизайн и первую ряточку циферка 3. Это распространенность. Как я это заполнял? Я взял какое-то количество резюме, которое мне прислали, я взял какое-то количество вакансий требований и посмотрел, допустим, какое количество в раз требовалось знания в тест-дизайне и еще в чем. И просто чисто антиметически выявил, что в трех случаях из четырех мы имеем, что требуются, допустим, какие-то знания где-то в чем-то. Вот и все. То есть, если мы говорим какие-то субъективные, допустим, удовольствия от обучения, тут все намного проще, то есть ты оцениваешь в данный момент, допустим, мне хочется учить больше то или больше этого. Я правильно заметил, то есть вполне возможно, имеет смысл для таких вот нечетких решений, оценивать их в течение какого-то промежутка времени, и выводить какое-то усреднение, допустим, потому что, действительно, когда ты принимаешь какое-то решение, если это в течение одного дня, ну, возможны погрешности, скажем. Либо проводить этот анализ. День, через день проверили, посмотрели, плюс-минус упало. Спасибо. А бывает такое, что вы, например, перед составлением этого анализа по отношению к этому решению придерживались одной точки зрения? Анализ показал противоположную точку зрения. И вы будете чему доверять больше? Я буду доверять анализ. Опять-таки, смотря на чем основывалось мое предыдущее. Если мне, допустим, пришли и сказали, что Java – это круто, и я лишь принял это решение – это одно. А если я сел, проанализировал, в каких случаях вакансий надо в Java, в каких не надо, то есть, как оно осталось в проектах и так далее, и на основании этого сделал свой выбор – это немножко другое. Естественно, что я буду учитывать в данном случае второй вариант. Но если у меня первый вариант оцениваться более нормальный, я как-то так вынимаю на основании чего я его оценивал еще, но тут уже надо очень осмотреть. Возможно, произошли какие-то изменения в каких-то приоритетах, возможно, произошли изменения каких-то приоритетов на рынке, все что угодно. Это такая таблица? Ну, ты ее по своим ощущениям заполнял, или ты ее заполнял по пальцам влево? Ну, в принципе, она с пальцем влево, но так, более-менее… Я пытался подобрать. А вы пытались с точки зрения, ну, так, человек, который относится к QA, почему его для проекта, класс-дизайн, вот, ниже приоритете, чем в .NET? Очень просто, потому что, на самом деле, с тест-дизайном я, как QA, сталкивался каждый день в той или иной степени. В .NET у нас есть отдельный протокол, и вот человек отвечает только за это. Я с ним, по сути дела, очень редко работаю. Поэтому все очень визуально. Это то, как раз, о чем я говорил. Относительно твоей нынешней позиции. Относительно моей нынешней позиции, нынешнего места работы, своих приоритетов, если я буду разработчиком, то у меня нужно куда-нибудь прыгнуть вверх, тест-дизайн идет по нулям, и, соответственно, все поменяется. Поэтому твоя ял. Андрей, еще вопрос. Взаимное влияние по колонкам и по строкам. Как вы учитываете? Или опять на нюх? Ээээ... Шучу, шучу, я не хотел сказать. Скажем так, взаимное влияние... Ну, не знаю, то есть... Если вместо Докнета была скала, например, она бы влияла на ялу. Это однозначно, как-то где-то опосредственно. Вот, то есть, ваши веса поплывут. Мы из них сами, конечно, поплывут. Но, тем не менее... Мы можем, в принципе, похожие вещи либо объединять, либо разделять. И плюс мы можем подобрать вот этот список критериев, таким образом, чтобы, в принципе, для скалы и даджавы они более отличались, чем, допустим, для череда на моря. Потому что, например, если мы говорим про тот же нынешний фран, ну, это вообще что-то такое абстрактное. Поэтому всё дело, на самом деле, как бы, больше, я думаю, в подборе вот именно вот этих характеристик, которые мы на это дело оценим. В любом случае, вы будете предполагать, что вы хотите изучать, java или скалы, ну, так, на каком-то интуитивном уровне. То есть, вы уже приняли какое-то решение. На основании чего? Вот вам осталось это дело формализировать и подтвердить. Да. Ещё такой вопрос. Я нигде не вижу параметров, кто это временного интервала. Ведь это тоже у вас. Я не вижу презентацию, наверное, гораздо быстрее, чем вот. В принципе. Добавляем какой-нибудь временной интервал. То есть, насколько я знаю. Ты это не учитываешь или я просто здесь упустил? Да, это просто да. То есть, это чисто какой-то пример. Вот. Я, в принципе, у себя иногда добавляю, действительно, колоночку типа там. Ну, давай. Вот, поскольку это критично, то это больше какая-то оценка, некомпретная дата. В принципе, там, одна цепь более, то засрочно, другая менее, а то засрочно. Я смотрю, насколько это меня сейчас важно. А может ещё вопрос? Как бы этот метод можно использовать только в отношении каких-нибудь скиллов саморазвития или, например, там, вот как с вашего опыта как тимлида, то есть, например, там, брать нового человека в команду, там, если есть выбор, вот из каких людей брать, то как бы... Ну, это, по большому счёту, метод не официальный. То есть, по большому счёту, вы можете применять его куда хотите. Вот. Ну, опять-таки, я не настолько опытен именно в персональном найме у меня. Вот. Поэтому я его не применял. Да. Уже раз... Правильно. Уже Настя уже выбрала, так что надо просто проверить. Выбраться. Я пока боюсь его составлять. Да. Я это почти не показываю. Можно разграть, и я буду тихо на работе в офисе. Ну вот. Как-то вот так вот... Как-то вот так вот... Я пришёл домой, не знаю, мне сегодня сказали, что... Я там классно найх грав. Ха-ха-ха-ха-ха. Я взял и проверил, да. Я пришёл себе галочку, визуэм нельзя добавил, свод добавил. Да. Мне сказали, что я... Да. Взял правил. Не знаю. На настроение улучшилось, решение можно принимать. То есть, свод я заполняю на ежедневной основе, каждый день. Ну, когда есть что заполнить. Ну, в принципе, да. Там есть риска, которые у меня лежат на... Ну, там, дома, или на работе на столетие. А что-то вычеркнули. Потом я это всё, допустим, перевожу в электронку, и дальше удобнее. Просто клиентизировать. Ну, это сюда. Каждый день. Какая-то такая... Да, господин. Молодцы. АПЛОДИСМЕНТЫ